Здравствуйте! Вы смотрите программу 12 созвездий. С 21 декабря на астрологическую арену выходит самый целеустремленный и амбициозный знак Зодиака – Козирог. Эти люди – невероятно удивительные личности. Они ответственны и дисциплинированы, никогда не сбиваются с намеченного пути и уверенно достигают высоких результатов. Поэтому в предпраздничную неделю и весь месяц Козирога не стоит сидеть сложа руки и уже с первых дней Нового года активно следовать за мечтой. Более подробно о созвездии расскажет астролог Янина Балашова. Козирог. Люди, рожденные с 21 декабря по 20 января. Целеустремленные и ответственные. Основная цель в жизни типичного Козирога – максимально возможный личностный рост и достижение высокого ранга в обществе. Козирог всегда будет чувствовать превосходство над другими знаками Зодиака, потому что никто не способен так умело управлять своими чувствами и эмоциями. Знак Зодиака наделяет людей необыкновенным упорством в достижении цели. Однако это не сила воина, а дипломата. Стихия Земля и планета управитель Сатурн делает из этих людей отличных аналитиков, хитрых и расчетливых, продумывающих каждое свое действие до мелочей. Еще это знак практичности, мудрости, структуры, закона и порядка. Камни-талисманы – рубин и турмалин. Козироги – образцовые супруги, верные, заботливые, понимающие, всегда готовы оказать поддержку. К браку относятся со всей характерной им серьезностью. Овнам предстоит активная неделя, связанная с поездками, перемещениями и коммуникациями, благодаря которым представителям знака удастся быстро решить рабочие проблемы и улучшить финансовую сферу жизни. Неожиданные встречи со старыми знакомыми вероятны в конце недели. Они принесут приятные эмоции и воспоминания. Новогоднюю ночь астрологи рекомендуют провести в кругу семьи и близких людей. За праздничный стол необходимо садиться во всеоружие в красивой яркой одежде с украшениями, макияжем и прической. Традиция загадывать желание под бой курантов будет важна для тех овнов, чьи надежды и планы связаны с романтической сферой жизни. Визуализация образа будущих серьезных отношений поможет быстрее добиться своих целей и ускорить воплощение мечты в реальность. Цельцам в предпраздничную неделю придется уделить время организационным вопросам. Произойдет это из-за вероятной смены планов. По всей видимости, дела придется корректировать из-за профессиональных обстоятельств. Лучшие условия для встречи Нового года – это комфорт, поэтому цельцам нужно обеспечить себе и своим близким уютную и удобную обстановку, позаботившись заранее о достаточном количестве еды и напитков с учетом возможного появления нежданных гостей. Близнецы будут заняты делами вплоть до выходных. Рабочие вопросы потребуют существенного внимания и усилий. Некоторых представителей знака ожидают перемены, связанные с должностью. Возможно, их ждет предложение и о более престижной вакансии. Романтическая сфера встанет на паузу вплоть до того момента, когда представители воздушного знака сбавят деловую активность, а потом с удивлением обнаружат, что оказались за праздничным столом в окружении людей, которые уже обо всем позаботились. Встречать Новый год близнецам рекомендуется в домашней обстановке и все загадываемые желания посвятить своей семье и любимым людям. Раки в предпраздничную неделю будут заняты покупками подарков. Хороший настрой обеспечит не только удачное завершение года на работе, но и прекрасные финансовые результаты, которые позволят встретить Новый год именно так, как вам давно хотелось. Встречать праздник лучше в удобной и комфортной одежде, а все ваши желания обязательно должны быть связаны с самореализацией и творчеством. Львы почти всю неделю будут вести светский образ жизни, встречи, корпоративы, детские утренники и елки. К выходным представители знака, скорее всего, несколько утомятся, в связи с чем возложат почетную обязанность организовывать праздник на своих близких. Новогодний праздник желательно встретить в веселой компании друзей и родственников, но вне дома, на нейтральной территории. Свои желания в новогоднюю ночь львам лучше связать с семьей, детьми, родными людьми и домом. Они имеют все шансы сбыться в наступающем году. Девы всю предновогоднюю неделю будут заняты заботами о своей внешности и шопингом. Некоторые самые смелые представители этого земного знака решатся на радикальные перемены привычного имиджа, изменят прическу, цвет волос и стиль одежды. Подарки своим близким представители знака приобрели заранее, но кое-какие приятные дополнения можно сделать прямо перед праздником. Встречать Новый год желательно на природе, вдали от городской суеты, в небольшой компании. Желания которой, загадываются под бой курантов, должны быть направлены на романтическую и профессиональную сферы, которые девам придется учиться гармонично совмещать в наступающем году. Весам неделя принесет активные поездки и множество встреч. Особенно много дел придется решать тем, чья профессия связана с искусством и финансами. Активная работа поможет существенно улучшить материальное положение и подарит хорошие перспективы уже на следующий год. Главный праздник весам лучше провести в компании приятных вам людей, например, друзей или близких, которые могут создать веселый и легкий настрой в новогоднюю ночь. Скорпионам предновогодняя неделя принесет много интересных событий. Во-первых, у них получится с блеском решить внезапные проблемы на работе, чем они не только смогут снискать благосклонность руководства, но и получить приличное денежное вознаграждение. Во-вторых, некоторые представители этого вводного знака смогут получить более высокую должность или особый статус, который откроет двери в ранее недоступные сферы. Праздничный стол астрологи советуют не перегружать едой, отдав предпочтение фруктам и легким напиткам. Стрельцы будут увлечены праздничными мероприятиями, которых в течение недели будет достаточно. Хорошее самочувствие вам обеспечит приподнятое настроение и полноценный сон. Новогоднюю ночь лучше провести дома с самыми близкими людьми. Козероги всю неделю будут заняты организацией праздников, оформлением подарков, много общаться и контролировать рабочие вопросы, но в суете не забывая строить планы на будущее. В любом обществе вы будете в центре внимания и невероятно обаятельны. Новый год козерогам рекомендуется встречать в большой компании родственников и друзей, уделив достаточное внимание украшению помещений, торжественной и развлекательной части праздника. Водолеям рекомендуется заняться предновогодней уборкой своего пространства, включая процесс избавления от ненужных вещей, одежды или предметов. Это поможет привести в порядок мысли и четко сформулировать желания и планы на следующий год. Праздничную ночь рекомендуется провести в расслабленном состоянии, в комфортной обстановке и с приятными людьми. Рыбы большую часть времени будут заняты поиском подарков для близких людей, а также завершением рабочих процессов. Проблемы с отчетами могут быть у тех, кто занят в банковской сфере и аналитике. Впрочем, благодаря помощи коллег и друзей представители знака смогут сдать все дела вовремя. Праздник лучше встречать у себя дома. За новогодний стол рыбам рекомендуется садиться в красивой одежде, а украшения из золота и сапфиров принесут представителям водного знака ощущение настоящего волшебства. Помните, ваша судьба в ваших руках, действуйте смело и решительно, а звезды помогут выбрать верный путь. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч в новом году! Будьте счастливы и пусть все ваши мечты сбываются!